ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что наша сборная предстояла довольно сложный матч с опытным соперником, мы проиграли не так крупно, всего лишь 1-0. Но хотя гол, забитый всего лишь на 29-й секунде, не может не печалить. После самого матча шведские таблоиды выделили главного игрока и лучшего игрока этого матча, конечно же, Златана Ибрагимовича. А вот главным неудачником матча был признан полузащитник шахтера и сборной Казахстана Максат Байжанов. Ну а теперь новости Казахстанской премьер-лиг, где в прошедшем туре в центральном матче играли Карагандинский, Шахтер и Ак-Тубе. Шахтер выставил на матч свой второй состав и предсказуемо проиграл, но, слава богу, не с крупным счетом 1-0. Стоит, конечно же, отметить тот факт, что Шахтер бережет свои силы для матчей в Лиге Европы. И стоит надеяться, что эта осторожность оправдается. Ну а теперь о других матчах. Сборная России уже одной ногой на чемпионате мира, победив в домашней матче сборную Израиля с отсчетом 3-1. Конечно же, в составе сборной хочется особенно выделить нескольких футболистов. Ну а, пожалуй, главной звездочкой этого матча стал Александр Кокорин, который провел поясни хороший матч. И если в этой игре мы особенно выделяем Кокорина, то в составе сборной Украины мы выделяем всех. Потому что сборная Украины провела достаточно интересный матч. К сожалению, забить не удалось, но этот матч останется надолго в памяти болельщиков. Потому что сборная Украины произвела потрясающее впечатление, и нам бы очень хотелось увидеть ее на чемпионате мира. Ну а теперь перенесемся непосредственно в саму Европу, в топовые чемпионаты, где дебютировали два футболиста, которые совершили супергромкие трансферы. Это Гаррет Бейл и это Месуто Зил. И если для них лично каждый из матчей прошел довольно на очень хорошем уровне, то для их команд сами матчи прошли довольно по-разному. Гаррет Бейл в своем дебютном матче отличился голом, но даже этого оказалось недостаточно для победы Сливочных над Вильяреалом. В итоге матч завершился 2-2. И также в составе Корнеевского клуба отметился голом Криштиана Роналду. Криштиан забил! Ну а вот Месуто Зил в свою очередь в своем дебютном матче смог отличиться голевой передачей и в итоге смог победить со своим теперь Арсеналом в матче против Сандерленда со счетом 3-1. Напомню, что в свой первый голевой пас в составе Канониров Месуто Зил отдал на Оливера Жеру. Стоит напомнить то, что один из трех голов Арсенала в этом матче забил Рэмси. И теперь, ребята, ждем новой смерти. Ну а теперь, друзья, перенесемся в стан Барселоны. В рядах которых произошло сразу несколько скандалов и громких событий. Начнем с того, что Барселона, а точнее руководство, подало в суд на своего эквадорского тезку. Да-да, друзья, есть, наверное, кто еще и не знал. Существует и Эквадорская Барселона. Клуб был основан где-то в 1927 году выходцами из Испании. Стоит отметить, что сам факт иска заключается в том, что Эквадорская Барселона настолько обнаглела, что сперла не только название когда-то, но теперь даже и эмблему клуба. Ну а теперь, чем обернется этот процесс и что в итоге получит Испанская Барселона в суде против ЛЖ Барсы, узнаем совсем скоро. Дина, вот ты себя и пароль так странно ведешь, я хотел спросить, ты аутизмом не страдаешь? Вот тебе повезло, что я сегодня добрая и не обращу на это внимания. А вот семья Месси не стала терпеть заявления Ромария о том, что Месси болен аутизмом. И еще один судебный процесс произойдет в Барселоне уже от лица Андреаса Месси, отца Леонеля. Легендарный Ромария оказывается помимо футбола хорошо разбирается в медицине, раз поставил Леонеля вместе такой диагноз, заявив о том, что его болезнь по недосадку гормона роста является какой-то дальней-дальней начальной словейшей формой аутизма. И именно это позволяет потрясающему аргентинцу играть так красиво и божественно. Ну что же, если это был комплимент, то Ромария совершенно не умеет делать комплименты. Но стоит посмотреть на ситуацию, наверное, с холодной головой и трезвым взглядом. И понять тот факт, что, наверное, нелегко живется с забытым бразильским звездом. Ведь нужно как-то выживать и зарабатывать деньги. А что может быть скандальнее и прибыльнее, чем скандал вокруг самого Леонеля Месси? Ну а развязку данного судебного процесса, который состоится в ближайшие дни в Барселоне, будем наблюдать уже из новостей различных сайтов и таблоидов. Заработная плата. Слова, которые играют огромнейшую роль в жизни любого человека на этой планете. Особенно в мире спорта и конкретно в мире футбола. Ну а теперь давайте представим такую ситуацию. Вы опытный работник с большим стажем, невероятно квалифицированный и очень трудолюбивый. И вдруг какой-то новичок зарабатывает больше вас. Конечно, вы будете этим недовольны. Так же, как и этим оказался недоволен Леонель Месси, который, увидев контракт Неймара, сказал «Нихрена себе, я хочу тоже рубить ахулиарды». И поэтому потребовал от руководства клуба увеличение зарплаты. И знаете, посмотрев на эту ситуацию так же трезвым взглядом, можно понять, что Леонель Месси в каком-то роде прав. Потому что понять, чем думало руководство Барселоны в момент подписания контракта с Неймаром и именно в момент назначения ему зарплаты, очень трудно. Ну а приправить все хотим новостями бокса. А точнее, напомните о том, что с 14 по 18 число в Алмате пройдет чемпионат мира по боксу. Также стоит надеяться, что наши спортсмены выступят на все 100% и в родных стенах займут лишь самые высокие позиции. Теперь новость такая же бородатая, как наш Антон. А точнее, комическая ситуация, произошедшая в мире бокса. Это известная фото-переписка Виталия Кличко и Арнольда Шварценеггера. Напомню, что Виталий Кличко выложил фото на фоне плаката с Арнольдом и подписал с 12 лет «Я мечтаю достичь ваших высот». На что Арнольд Шварценеггер выложил фото в позе Кличко со словами «Очень приятно осознавать то, что один из моих любимых боксеров является моим фанатом». Ну что ж, в этой ситуации стоит только отметить то, что наш любимый железный Арни становится все старее и старее, но для нас он всегда останется нашим Арнольдом Шварценеггером. Железный Арни. Да. На сегодня все, дорогие друзья. Вот такие игры в спортивной середине на этой неделе. Понимайтесь спортом, берегите свое здоровье, главное помните, что спорт должен быть защищенным. Дина Михайлова. Антон Олегович. Спортивный инкубатор 7 из 2.12. Больше видео на Гонза Кейзе. Больше видео на Гонза Кейзе.